МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средняя школа номер один присоединилась к акции «Посади дерево победы». В Баранучах проходит 15-й международный молодежный форум «Я говорю да». В Мирском сельском доме культуры прошел юбилейный концерт заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрады «Капелька». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». 7 мая профессиональный праздник отмечают работники радио, телевидения и связи. В 1895 году в этот день был проведен первый сеанс радиосвязи, продемонстрированная беспроводная удаленная регистрация электромагнитных колебаний от разряда молнии на собранный Александром Поповым элементарный приемник. Сегодня мы видим результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников и работников отрасли – современные информационно-коммуникационные технологии. Связь охватывает практически весь мир и является важной сферой нашей жизни. С ее помощью мы направляем самолеты, спасаем людей, узнаем новости не только из разных уголков нашей страны, но и всей планеты и, конечно, держим связь друг с другом. С праздником, зрители и коллеги! Во всех учреждениях общего среднего образования в рамках гражданско-патриотического проекта «Не забывая прошлого осмотреть в будущее» прошла акция «Посади дерево победы», посвященная 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. К инициативе присоединилась средняя школа номер один. В преддверии 9 мая, когда весь мир отмечает Великую Победу, мы вспоминаем и чтим миллионы солдат, гражданских лиц и партизан, которые пожертвовали своими жизнями. Важно помнить и уважать цену исторических событий и достижений, которые привели к тому, что мы имеем сегодня. В наших силах сохранить память о том, какую цену заплатили белорусы за свободу и этот мир без войны. Акция – одна из инициатив, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и увековечивание подвига советских солдат и граждан, которые отстояли свою страну. Посадка дерева победы – символический жест, напоминающий о героическом прошлом. Дерево символизирует жизнь, рост, надежду на будущее, мир и процветание. Учащиеся средняя школа номер один совместно с директором Мариной Купцовой присоединились к инициативе. К ребятам обратился Вячеслав Хворов. Он поделился своими воспоминаниями о службе в 120-й зенитной ракетной бригаде. И пожелал собраться в наших силах сохранить память о том, как… Ваша жизнь – это ваше будущее. Вы должны укреплять и бороться, чтобы был мир, и сохранить этот мир. Это большое дело. Хочу поздравить с этим форумом, который сейчас начинается. Это большое дело – посадить деревья на память о тех погибших воинах, которые дали свою жизнь. Поздравляю вас с праздником. Всего хорошего. Деревья высажены в память о каждом из тех миллионов человек, кто своей жизнью отстоял свободу нашей Родины и наше будущее, кто остался лежать на полях сражений и не смог вернуться домой к своим родным и близким. Ребята, учителя, гости посадили деревья в память о своих дедах и прадедах, погибших на этой войне. 11 мая с 9 утра до полудня состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брецкого облсполкома Михаилом Боценко по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса, в части торговли и общественного питания, защиты прав потребителей, работы организации промышленности, в том числе своевременности выплаты, заработные платы, качество и конкурентноспособности продукции промышленности, развитие науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и другим. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие первого региона, можно будет обсудить по телефону 80162 2699 26. В Барановичах проходит 15-й международный молодежный форум «Я говорю, да». Участников традиционно собрал Барановичский государственный университет. В мероприятии принимают участие и представители четырех российских вузов. Инициатива рассчитана на четыре дня. В рамках первого ребята уже съездили в Брестскую крепость, где побывали на экскурсии в музее. Приняли участие в трудовой акции, внеся свой вклад в строительство молодежного патриотического центра в Бресте. 15-й международный молодежный форум «Я говорю, да». Качеству, исторической памяти, миру, единству, творчеству, содружеству культур, преемственности поколений, профессионализму и труду, здоровому образу жизни собрал в Барановичском государственном университете активистов около 30 вузов Белоруссии и России. Всего порядка 250 человек. Традиционно торжественный старт мероприятию был дан в университетском городке, на территории которого когда-то размещался 203-й гвардейский Орловский тяжелобомбардировочный полк дальней авиации. В рамках митинга, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, празднованию Великой Победы, с напутственными словами к присутствующим обратился ректор Баргу Александр Унсович. Молодежный форум объединяет поколения, объединяет страны, объединяет города. Мы чтим память защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Тех, что ценой собственной жизни, на полях сражений, в тылу шел к победе. Миллионы жизней отданы за то, чтобы мы с вами сегодня жили, трудились, учили, любили, воспитывали нашу молодежь под мирным небом. Представители старшего поколения руководства ВУЗа возложили цветы к памятному знаку Стелла, открытому в честь 50-летия создания 203-го гвардейского полка дальней авиации. Присутствующие почтили память павших минутой молчания. К собравшимся обратился глава города Максим Антонюк. Вы опора государства. Будьте всегда верны своей Родине. Как часто говорит наш президент, обязательно помните о социальной ответственности за страну, которая вас взрастила. Низкий поклон и слова благодарности выражаю ветеранам за активную жизненную позицию и вклад в воспитание молодежи. Всех поздравляю с наступающим днем победы. Желаю крепкого здоровья и просто мирного неба над головой. Помните уроки истории. Новыми победами и достижениями прославляйте нашу любимую Беларусь. Будьте достойными наследниками поколения победителей. Сразу после торжественной церемонии участники в сопровождении Духового оркестра 61-й истребительной авиационной базы торжественно пронесли огромный флаг Республики Беларусь кованой арке, символизирующей начало аллеи авиаторов, расположившейся по улице Комарова в военном городке. Здесь была открыта цифровая звезда. Табличка с QR-кодом установлена в рамках международного историко-патриотического проекта БРСМ «Цифровая звезда». Далее в программе форума памятный экскурс в экспозиционном уголке с забвению не подлежит, посвященном геноциду белорусского народа и победе в Великой Отечественной войне. Также были открыты два арт-объекта «Земля, опаленная войной» и минувших лет «Живая память». После чего состоялся открытый диалог «Беларусь единая», в котором приняли участие парламентарий Павел Папко и ректор университета Александр Унсович. Форумчан ожидают еще два насыщенных дня. Впереди мероприятия по сплочению, развитию лидерских качеств в спортивные состязания, которые пройдут на базе детского здоровительного лагеря ИСА. Инспекция Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи напоминает физелицам, получившим в 2023 году доходы, по которым на основании извещения налоговым органам начислен подоходный налог о необходимости его уплаты не позднее 3 июня 2024 года. За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность. Ярко и с размахом в Мирском сельском доме культуры прошел юбилейный концерт заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрады Капелька. Один из самых известных коллективов Барановичского района отметил свой юбилей. За 30 лет участниками заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрады Капелька стали 80 человек. Сюда приходят целыми семьями. Некоторые в составе творческой группы находятся со дня основания. Создатели и бессменный руководитель Капельки Лариса довят. Началось все очень банально. Было семь девочек, которые ходили ко мне в музыкальную школу, и я решила объединить их в вокальный ансамбль. А когда пришло время назваться, мне говорят, придумай название, может, помоднее, поинтереснее. Я говорю, ну какое название? Семь детей, семь маленьких капелек. Пусть будет Капелька. И вот так Капелькой мы и назвались. И потом, когда пришло время образцового коллектива, мы были Капелькой. Когда пришло время показать программу на предмет присвоения звания заслуженный коллектив, мы все равно остались Капелькой. Поэтому вот так 30 лет Капелькой мы и существуем. Коллектив удостоен республиканских и международных наград. В честь 30-летия Капелка достижений пополнилась новыми дипломами и благодарностями. Поздравить с юбилеем Капельку ее основателя Ларису Довит пришел председатель Сергей Карпенко. Из рук главы района руководитель получила грамоту Раис Полкома. За последние несколько лет 4 воспитанника Капельки удостоены специальной премии Фонда президента страны по поддержке талантливой молодежи. А сам коллектив премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение. Профессионализм, яркость выступлений, разнообразный репертуар. Ваши отличительные черты. За 30 лет творческого пути вы, Лариса Юрьевна, воспитали не одно поколение талантливой молодежи. Собственным примером привили любовь к национальной культуре и музыке, преданности своему любимому делу на благо процветания родного края. Более 25 ваших выпускников связали свою профессиональную жизнь с искусством. Желаю вашему дружному коллективу успешного развития, процветания, творческих идей, достижения новых вершин, побед, наград и благодарных зрителей. Юбилейный концерт и длился более двух часов. В праздничный день на сцене Мирского сельского дома культуры собрались не только нынешние участники Капельки, но и выпускники. Капелька для меня это целый огромный большой мешок воспоминаний, которые греют на протяжении всей жизни. Капелька научила нас быть уверенными, целеустремленными личностями, которые умеют трудиться и добиваться своих целей и также быть всегда в центре внимания в любом коллективе. Всегда приятно вспомнить то трепет и волнение перед каждым выходом на сцену. Лариса Юрьевна, я благодарна просто ей и ее команде за огромный труд, за то, что она нас вложила и то, что она нам дала. И я как выпускница и как все выпускники, мы желаем ей, чтобы в их коллективе пребывали все новые и новые звездочки, сил на каждого, здоровья и творческих успехов и только побед. Праздник прошел на ура. Сколько добрых слов прозвучало в адрес руководителя и участников коллектива. Сколько прекрасных песен в этот день услышали зрители. Сколько приятных эмоций получили все участники мероприятия. А сколько наград и сколько будет еще впереди. Я желаю моим дорогим капелькам расти, совершенствоваться, разрастаться в большое-большое море. Море музыки, песен. Самого хорошего, что есть в этом мире, пусть будет у всех у них. Но о моей творческой команде, потому что я не одна на данный момент. У меня есть творческая команда из моих же учеников, которые прошли через капельку, выросли, выучились и пришли к нам работать. Это Екатерина Сычевская, Александра Гесь и Дарья Рудко. Поэтому я нам желаю новых идей, новых побед, новых работ, новых учеников. Ну и пусть будет дальше, 35-40 и дальше. В каждом выступлении коллектива звучит девиз «Только вперед! Победе!» И этим все сказано. В апреле-майе традиционно проводится Европейская неделя иммунизации. Ее девиз в этом году звучит так. Все, что в человеческих силах – спасение жизни при помощи иммунизации. И вакцинация, как бы не пафосно это звучало, действительно спасает жизни. Не всех можно спасти в силу разных обстоятельств, но сократить число жертв самых распространенных инфекций вполне в силах человеческого разума. Гораздо сложнее сохранить этот успех хотя бы на том же уровне. По словам Светланы Горкавой, врача-инфекциониста Барановической центральной поликлиники в последнее время очень популярно считает, что прививки не нужны. Иммунитет и сам справится со всем. Исторические факты говорят об обратном и даже в наше время люди продолжают калечиться и умирать от ряда заболеваний. Ведь ни санитария, ни гигиена, ни качественное питание не способны полностью искоренить инфекции. Ведь их переносчики – другие люди, которые даже не подозревают, что опасны для окружающих, подчеркнула специалист. Вакцинация – это механизм запуска естественного процесса иммунного ответа и формирования иммунитета, за который не приходится платить такую же высокую цену, как за естественные инфекции в ближайшей перспективе. Это наш способ сопротивляться природе и естественному отбору. Прививайтесь и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброго. До свидания.